Павел Грудинин и Светлана Смирнова, депутаты Ленинского городского округа, провели в понедельник прием избирателей по личным вопросам. В библиотеке города Видное они поговорили с группой женщин, у которых было два вопроса. Я знал только об одном, о том, что человек обратился и попросил поставить лавочку. Плюшка оказался настойчивым. Он звонил и звонил. Я еле-еле уговорила, уломала, чтобы одну лавочку нам все-таки оставили. Мало того, еще попросил, чтобы мне нашли лавочку именно со спинкой, как диванчик. Стало очень мельчать, это стало очень напрягиваться. Потому что на этой лавочке круглосуточно находятся чужие люди. Мы даже тоже в технику ходили. У меня куча пенсионеров, 286 человек пенсионеров. Мы собрали подпись, кто против, что это зовут. И потом раз привозят лавочку. А завтра мне будет полка ланчат, а там он... Я постою. Я постою, я на 5 минут сработаю. Есть только инженер на месте. Ну дайте мне... Сейчас я дам, Павел Николаевич, трубочку. Кто-то хочет лавочку, кто-то не хочет. Ну вы же это проверяли все, да? Ну и что, по вашему мнению, нужно сделать? Я всегда придерживаюсь мнения большинства. Если большинство собственников не хотят лавочку, то и алю и не будет там. Хорошо. А можете вы написать мне, что вот такая ситуация, лавочка была демонтирована по просьбе большинства жителей, поэтому просим убрать лавочку. А, ну у меня было написано, потому что там вообще непонятно, кто им по поводу демонтировал. Нет. Демонтировали ее давно, по просьбе опять же дома. А теперь получается, что ее не было. Тут я ее поставил по просьбе граждан. А теперь вы мне пишите, что большинство жителей дома против. Ну да. Акт у вас есть, да? Вот как раз акт же вы делали. Напишите, на основании акта просим переставить лавочку туда-туда. Я это сделаю. Хорошо. Ездите, фотографируйте. Это ужасно. Ходят свою нужду под деревья справедливо. Это недопустимые вещи, что в жилой зоне строился вот такой городок. Можно поставить одну бутовку, но только не для того, чтобы они там проживали, а для того, чтобы там приемки. Не проживают. Подождите. Туалеты тоже. Есть организация строительных площадок, есть определенные нормативы. Теперь вопрос. Почему вы до сих пор заявления не написали? Почему? Мы везде отправили. Подожди, Надежда, подожди. Везде отправили. И получили ответы. Отписки получили. Я обращусь в прокуратуру, что там нарушены нормы санитарные. Да, да. Что, да. И прошу провести проверку. Они сказали, что жить здесь никто не будет. Жить они будут в хостеле. В хостеле никто не живет. Вот именно тут. Слушайте, для этого берется, и один раз мы с вами вместе вечером, я приезжаю, идем туда, стучим в дверь, мы говорим, что тут делаете? С каким вопросом вы пришли сегодня? Ну вот, мы пришли, и у нас два вопроса. Во-первых, значит, убрать лавочку, которая мешает жителям дома. Мы вроде бы как нашли общие какие-то точки соприкосновения. И вот по поводу строительства вот этого строительного городка. Извините за тавтологию, но это просто безобразие. Во-первых, даже не поставили нас в известность. Подключились к нашему дому и электрику. Ходят к нам за водой в подвал, непонятно кто, какие люди. Так что вот у нас два вопроса. Лавочка не установлена на месте и плюс вот этот строительный городок, который портит нам жизнь. Там спортивная вышка стоит. После приема Павел Николаевич прошел по территории и заглянул на строительную площадку. Он подинтересовался у строителей сроками окончания работы. Мы напоминаем, что прием ведется каждый первый понедельник месяца. С вами был ТВ Сафо. Следите за новостями. Продолжение следует...